Рады представить нашу ранковую гостью, косметолога Наталью Тарнавську. Доброго ранку вам! Дякую, что вы с нами. Итак, сегодня поговорим о косметике. Продолжаются темы в нашем эфире. Друзья, если бы вы пропустили какой-то из разговоров с нашей утренней гостью, экспертом, можете зайти на нашу страничку в ютубе и просмотреть. Сегодня мы говорим о косметике, скажем так, дорогой, недорогой и как заменить ее. Есть множество вариантов. Я так понимаю, что вы как эксперт все-таки делите их на какие-то группы. Да, есть три категории косметики. Это косметика масс-маркета, проф-косметика и аптечная косметика, то есть лечебная. Чем они отличаются? Косметика масс-маркет, это косметика, которая доступна каждой девушке, она продается в супермаркетах на витринах. Там концентрация веществ полезных, ну, где-то пять процентов. Почему такая маленькая? Потому что производители страхуют себя от того, что если они дадут более сильную концентрацию, человек не всегда, который не всегда может определить свой тип кожи, может нанести себе вред. Поэтому таким образом они себя страхуют. Но, скажем так, результат от этой косметики минимальный получается? Конечно, минимальный, потому что он несет эстетическую, у него эстетическая цель. То есть, чтобы кожа была на ощупь нежная, чтобы она была где-то бархатистая. Но когда вы перестаете пользоваться ею, то эффекта, естественно, уже никакого нет. Она не действует на физиологию кожи, она ее не лечит. Если вы идете в супермаркете и на косметике написано, что она лечит от угревой болезни, это миф. Потому что она не может проникнуть в глубокие слоя. В глубокие слоя проникает уже вот косметика второго плана, это профкосметика. К тому же концентрация полезных веществ 20-25%. Естественно, она уже влияет на физиологию кожи. Она может лечить, она влияет на клетки, на их деление. То есть, если больше делится клетка, например, клетка коллагена, чем больше она будет делиться, тем больше будет вырабатываться коллагена, что будет отображаться на потянутости лица, на турбере и на присутствии или отсутствии мимических морщин. Вот если мы говорим, да, профкосметика и вот, скажем так, массовая, да, эта косметика, вот элементарно, скажем так, не на правах рекламы для того, чтобы просто разобраться, там какие-то там Avon, Reflame и так далее. Это идет как массовая или идет? Да, это масс-маркет. Это в основном масс-маркет. Она не идет на лечение физиологии кожи. Она больше для эстетического. Есть вот такая, есть просто масс-маркет и масс-маркет лакшери. То есть, по сути, то, что там чаще всего, да, слышат или видят девушки, либо там мужчины разные, да, каталоги есть, там, не знаю, там лечит, излечивает, навечно там забирает морщины. Это тоже миф. Ну, она, она вот, нет, она хороша, она не плохая. И ни в коем случае не хочу сказать, что она плохая. Она хороша, но для девушек 25 лет, 30, у которых нет особых проблем, которым не надо лечить кожу. Она где-то увлажняет, где-то ухаживает, но если у человека проблема, он пришел к косметологу лечить или угревую болезнь, или мимические морщины, то она будет... Да, ее нужно отложить, и уже вот после 30 женщину я советую в основном пользоваться профкосметикой, потому что она влияет именно на деление клеток, которые уже не делятся в таком возрасте. А в таком случае стоит, в первую очередь, наверное, обратиться к косметологу, к профессионалу? Да, лучше к косметологу, потому что если девушка сама выбирает себе уже профкосметику, она может нанести вред, так как не всегда может определить точно, какая у нее проблема. И если концентрация веществ уже 20-25%, естественно, это может вызвать аллергию, это может вызвать какую-то непонятную, неожиданную реакцию, потому что концентрация сильная, непонятно, как клетки на нее отреагируют. Если у девушки сухая кожа, а она думает, что у нее вдруг жирная, потому что всякое бывает, и всякие девушки бывают, она может нанести непоправный ущерб своей коже, который потом очень сложно вылечивается. Я также хочу сакцентировать внимание, что у нас есть сертификаты на услуги косметолога. У вас, друзья, есть возможность его получить сегодня в прямом эфире. Все, что нужно сделать, это позвонить по номерам, которые вы видите внизу своего экрана, 0512, код города Николаева. Если звоните с мобильного, звоните, получайте профессиональные услуги косметолога. Наш эксперт готов проконсультировать вас не только в эфире, но и вне. Итак, продолжаем дальше. Если мы говорим, что прошли тот этап, когда с косметологом пообщались, уже косметолог что-то назначил, а теперь уже идет профкосметика. Где ее брать, что это за косметика, хотя бы вот русло, где это все находится? Ну, профкосметика сейчас доступна, конечно, и в интернете. Раньше была доступна только косметологам, то есть представители профессиональной косметики, Израиль, Германия, даже Украина, продавали ее только косметологам, чтобы девочки не наносили себе вред. Но сейчас это стало более доступным. Интернет расширяется, возможности шире, и девочки могут приобретать эту косметику, но даже часто приходят, и они сами боятся. У них есть вот какое-то, женщины вообще интуитивные существа, и они вот на основе интуиции, они говорят, вот я хочу, но я реально боюсь, потому что понимаю, что могу навредить. Можно и в интернете тоже заказать. Есть профкосметика. Ну, скажем так, профкосметика, но все-таки факты ее подделки и так далее, и проще все-таки где? У профессионала, скажем так, у косметолога купить или в интернете? И насколько, скажем так, разница будет ценовая? Ценовая разница не будет сильно большая. Ну, в интернете можно купить, ну, может, деревен на 20, на 50 дешевле, смотря какая там ценовая политика. Просто косметологи общаются непосредственно с представителями, косметологи часто ездят на экскурсии, например, в ту же Германию, в тот же Израиль. Часто разыгрываются какие-то акции, ну, если косметолог часто пользуется какой-то косметикой, он может поехать посмотреть, где она производится. То есть мы непосредственно видим, где она производится, у нас прямые поставки, и я уверена за ту косметику, которую продаю своим девочкам. В интернете такого нет, ну, отследить как бы, ну, сложно. Подделывают, как говорится, всё, да? Ну, да. Если говорим вот об этой профкосметике, что уже здесь, какая концентрация здесь, или здесь, по сути, уже 100% полезного вещества? Концентрация, я же говорю, 20-25%, вещества действуют на глубокие слои, они уже заставляют делиться те клетки или другие, те, которые нам надо. Если кожа сухая, больше делится, больше идёт концентрация на деление клеток, которые вырабатывают гиалуроновую кислоту, это улажнение. Если кожа уже возрастная, то это идёт на выработку коллагена. Ещё вот третий тип мы назвали аптечный, да? Есть ли, скажем так, правда или нет, или, возможно, миф, что аптечной косметикой можно заменить профкосметику? Иногда можно. Это не миф, это действительно правда. Но с косметикой аптечной, если производители масс-маркета дают только 5%, где-то концентрация, ну максимум 7%, наверное же, они от чего-то себя хотят обезопасить, чего-то защитить от того, чтобы не навредить людям. То представьте, какая будет реакция, если девочка неправильно подберёт аптечные средства, где концентрация уже 70%, 80%. Они есть хорошие. Мне очень нравится Бепантен. Мы назначаем мазь Бепантен, Пантенол. Мы назначаем после чисток, после пилингов. Она очень хорошо увлажняет, регенерирует кожу. Некоторые даже дорогие средства не в состоянии так хорошо подействовать. Сработает в этом случае, да? Ну, нет, есть хорошие средства, которые действительно на это влияют, но не всегда девочка может позволить себе крем, который стоит 800 тысяч гривен. Поэтому мы назначаем такие, они тоже хорошие. Вот это уже нам интересно, да, то, что, скажем так, можно сэкономить. Я думаю, не только мне, прагматичному парню, интересно, что и как, где можно сэкономить, но и нашим телезрительницам. Вот если говорим, да, там Бепантен, Пантенол и так далее, это уже как бы дешевле, нежели профессиональная косметика. Что ещё можно, чем можно заменить, либо что можно тоже использовать в косметологических целях? Есть хорошие мази, например, для увлажнения кожи. Это мазь салкосерил. Она производится на основе стволовых клеток молодых телят. Ну, то есть, это те клетки, которые помогают быстрее размножаться клеточкам молодости. Я так их называю. Поэтому, это супер увлажнение, особенно зима, когда вот сейчас холодно, ветер, если кожа сухая, очень чувствительная, я бы советовала иногда наносить, она очень хорошая. Хотела бы предупредить, очень часто девочки спрашивают насчёт мази левомиколь, когда угревая сыпь, и вот проблемники, то левомиколь они наносят, чтобы, ну, как бы подсушить, не чтобы убрать вот эти, ну, гноевые образования, но это антибиотик. Просто, чтобы девочки знали, что это антибиотик, что её, если очень надо, можно нанести. Но если мы сразу начнём наносить на лицо антибиотик, то тогда уже средства попроще не будут подпомогать нашей коже. Потом уже надо уже сильнее, сильнее и сильнее. Принцип как бы тут уже этот работает. Да, вы, ну, поэтому я девочек прошу, думайте, с чего вы начинаете. Начинайте лучше со слабенького, чтобы потом к 40 годам вы не стояли в... В поясе, так что же нужно. Что, что ещё, какую лошадиную дозу себе. Использовать. Да, чтобы оно, ну, чтобы средство показало эффект. Вот так, друзья, на самом деле экономить можно на даже таких моментах, на чём бы, казалось бы, экономить не стоит. Просто нужно использовать правильные средства, ну и, конечно же, использовать услуги косметолога, людей, профессионалов. Напоминаю ещё, что у вас есть возможность сегодня в эфире получить этот сертификат. Даже после того, как мы уже закончим разговор с нашей гостью, номер телефона вы видите на экране, 0512, код города Николаева. Если звоните с мобильного, набирайте перед телефоном. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, посоветовали, что и как можно использовать, скажем так, на чём можно сэкономить. Редактор субтитров А.Семкин